Роял Окс Интертеймент Экипажу приготовится погружение. Угол 3 градуса. Глубина 350 футов. Помоги команде. Вперед! Роял Окс Интертеймент В ролях. Джефф Фехе и Ричард Тайсон. Подводная лодка «Алабама». Бермудский треугольник. 10 января 1990 года. Джефф Фехе и Ричард Тайсон. Да. Следующий выход через 45 минут, сэр. Подготовьтесь к выходу и снимите показания гидролокатора. Уже снято, сэр. Оборудование в полном порядке, локатор ничего не зафиксировал. Можете идти отдыхать. Хорошо. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи. Что это? Время под огнем. В фильме также снимались. Джек Коулман. Брайан Крэнстон. Линда Хоффман. Кимберли Стивенс. Ларри Пойндекстер. Ричард Каминс. Чик Венера в роли Спитца. И Джей Эй Клоун. Композиторы Эрик и Дэвид. Монтаж Брэда Хэтлэнда и Дэна Холланден. Художник Стив Ральф. Операторы Гарри Грейвер и Марк Аллен Паттон. Диккенс был отправлен в клинику для душевнобольных. Аспатери ничего не слышно? Он прибыл сюда 20 минут назад. Его допрашивают в соседней комнате. Ладно. Надо с этим разобраться, Ник. Пустите его. Режиссер Скотт Леви. Привет, Сэм Рис. Ник Файлер, мой партнер. Садитесь. Нам нужна информация, которая поможет прояснить ситуацию. Наш разговор будет записываться, и мы хотим, чтобы вы были откровенны с нами. А мы ответим на любые ваши вопросы. Посмотрим. Включаю запись. Сначала представьтесь, а потом мы будем задавать вопросы. Меня зовут Майкл Спатери, командир Народного движения сопротивления. Я прибыл из 2077 года. Центр по изучению паранормальных явлений. Что ты здесь делаешь? Твой самолет через 45 минут. Скажи, что я получил доступ ко всем моим видео-сосим. Разрешение ты получил, но ничего не увидишь, если я поддашь на самолет. Бегу, бегу. Быстрее. Ладно. Пока. Пока. Центр Вейдергота для душевнобольных. Что с вами, люди? Я говорю вам, эта штука была размером с коняктикут. Она появилась из будущего. Я не собираюсь успокаиваться. Неужели вы не понимаете? Достаточно. Он пережил огромный шок. Но шевины за смерть 110 человек может повредить любому разуму. Военные не могут объяснить, что произошло на этой лодке. Думаю, правительство вряд ли желает, чтобы история Диккенса стала достоянием гласности. Вы будете у нас желанным гостем, доктор Маккарти. Да? Наш следующий выход через 45 минут, сэр. Подготовьтесь к выходу и снимите показания гидролокатора. Уже снято, сэр. Оборудование в полном порядке, локатор ничего не зафиксировал. Можете идти отдыхать. Хорошо, спокойной ночи, сэр. Капитан взял командование на себя. Переключи двигатели на аварийный режим. Что показывает локатор? Не знаю, сэр, у нас ничего нет. Система вышла из строя. Сэр, аварийный режим не работает. Капитан, питание в норме. Все двигатели снова работают. Мне нужен отчет об ущербе. Я, сэр. Командир Диккенс. Боже. Что это? Думаю, это подводная лодка. Она огромных размеров. Установите, это лодка противника? Алан, Алан, вставайте, к вам посетитель. Если понадобится помощь, санитар рядом. Вы из ВМС? Нет. Нет. Есть частная организация, которая изучает паранормальные явления. Я думал, вы забыли обо мне. Нет, нет. Мы даже собираемся организовать экспедицию, чтобы проследить путь исчезновения Алабамы. Мы хотим знать, что произошло. Вы зря теряете время. Правительство, и особенно военные, не хотят знать того, чего они не понимают. Мистер Диккенс, я знаю и согласен с вами. На сто процентов. Поэтому и приехал к вам. Я хочу, чтобы вы поехали с нами. Я хочу вывести вас отсюда. Надеюсь, вы заметили, док, что я здесь не по собственной воле. Если я смогу вас вытащить отсюда, вы поможете нам. Боюсь, у вас мало времени на раздумья. Экспедиция начинается менее чем через месяц. Что скажете? Лан, судя по отчёту, который я прочитал, он сумасшедший. Забудь о военных отчётах. Никто не может объяснить, что произошло с этой лодкой. К тому же у Диккенса безупречный послужной список. Ну и что? Я думаю, он говорит правду. И поэтому правительство решило всё это замять. А почему бы и нет? Если эти вещи всплывут, то наступит хаос. Если бы ты не работал в государственном департаменте, ты бы сделал то же самое, что и я. Браток, речь идёт о перемещении во времени. Неужели ты собираешься закрыть на это глаза? Да. Тина, документы и ПА ещё не пришли? И ПА? Нет, но вам пришли сообщения. Хорошо, продолжай их принимать. От неё столько же пользы, сколько от стеклянного глаза в замочной скважине. Лэнс, я всё понимаю, но нельзя забывать об опасностях. Зачем тебе рисковать все операции, приглашая такого неуравновешенного, потому что он был там, почувствовал на собственной шкуре? Перед нами маячит реальная возможность сделать открытие, которое перевернёт все основы нашего существования. Я не могу щёлкнуть пальцами, и человек отпустит. Нет, нет, я и не прошу тебя об этом. Но ты знаешь людей, которые могут его спасти. Если поднимется шум, моё имя не должно упомянутся, понял? Потому что у меня, в отличие от тебя, есть планы на будущее. Если Диккенс подведёт нас хотя бы раз, он вернётся в клинику навсегда. Согласен. Когда вы прибыли в наше время? Около трёх месяцев назад. И ввиду параллельных измерений доктор Маккарти говорит, что вас не существует. Технически нет. Тогда почему вы сидите здесь? Я понимаю, это звучит глупо. Пространственно-временной континьюм, свёрнуто измерения и всё остальное. Я мало об этом знаю, вам лучше спросить обо всём у него. Мы поговорим с доктором Маккарти позже, но вы должны рассказать нам всё, что знаете. Это поможет подтвердить показания Маккарти. Я могу его увидеть? Нет. Доктора Маккарти сейчас нет, но у вас будет возможность поговорить с ним немного позже. Вы думаете, что это шутка? Думаете, я всё это придумал? Мистер Спаттери, мы верим вам, это наша работа. Но мы должны узнать правду. Помните, мы все из одной команды. Я не знал, что существует другая команда. Алан Диккенс. Что вы о нём знаете? Командир Диккенс особенный пациент. Его нельзя просто так отпустить? Да, конечно, это риск. Но я вас не прошу, я вам приказываю. Боюсь, так не получится. Будьте готовы ко всяким неожиданностям. Командир Диккенс. Командир Диккенс. Командир Диккенс. Командир Диккенс. Спокойно, мы здесь для того, чтобы освободить вас. Что за черт? Объяви тревогу! Тревогу! Они здесь. Бежим отсюда. Попробуй подойти. Убери. Неплохо для старого вояки. Он мне никогда не нравился. Используя информацию ВМС, мы определили последние координаты Алабамы перед исчезновением и первые позывные после появления и установили район, где, по нашему мнению, существует портал времени. Включите свет. Район небольшой, около 20 миль, но его глубина 2800 футов. Вы не помните, на какой глубине находилась лодка, когда всё это произошло? Я знаю, это тяжело. Простите, я всё-таки не могу понять, почему правительство вдруг заинтересовалось нахождением этого портала. Правительство не имеет никакого отношения к этой экспедиции. Мне трудно поверить, что эти джентльмены учёные. Они обладают только совещательным статусом. Я им не доверяю. Я не хочу, чтобы они были в моей команде. Послушайте, решать будете не вы. Я потратил пять лет своей жизни, чтобы осуществить этот проект. И здесь я принимаю решение. Хорошо, хорошо. В чём дело? Учти, с этим парнем будут сплошные проблемы. Не волнуйся, дай парню шанс. Он же сумасшедший. Всё выспрашивал, кто, что и зачем. Говорил, что это ловушка. У него паранойя. Я бы тоже так себя вёл, если бы меня держали в заперти шесть лет. Ладно, док, решать тебе. Мы просто попутчики. Но предупреждаю, будь осторожен. Хорошо, я буду с ним осторожен. Но мне нужна ваша помощь. Ланс для меня как брат. Он спас меня от рутины Беркли и пригрел под своим крылышком. Мне очень повезло. Скорее повезло ему. А вы чем занимались до армии? Я был женат, но детей не было. Мне не разрешили встретиться с моей женой после аварии. Уверена, она думает, что я мёртв. Простите, я не хотела вторгаться. Всё в порядке. Сэр, аварийное питание не функционирует. Что это? Лодка противника? Не знаю, сэр. Думаю, вам надо посмотреть самому. Выйдите на международную чистоту и постарайтесь с кем-нибудь связаться. Есть, сэр? Лодка под нами, сэр. Она раза в три больше нас. Они нас заметили. Трудно сказать, сэр. Капитан, я связался с ними на американце. Подводная лодка Дакота. Но Дакота не существует. Сэр, они разворачиваются на 45 градусов. Поворачивай дуло торпедных каналов. Майрон, сообщи им, что мы из одной команды. Укол движения в 225 градусов. Сколько осталось до выставок? 20 секунд. Майрон, приём. Сообщи немедленно. Что происходит? Они говорят, что Алабама не существует. Считай, что это ловушки. Торпеда в воде. Расстояние 1200 ярдов. Привет. Дак. Изучаю технические характеристики подлодки. Должен сказать, команда показалась мне достаточно профессиональной. Мы долго выбирали подходящих людей, даже реконструировали лодку под наши запросы. Верю вам на слово. Надеюсь, вы не будете против. Я навела справки и обнаружила это. Она больше не выходила замуж и живёт одна. Как вы это нашли? Я исследователь, моя работа находить. Если хотите, я могу организовать встречу. Нет. Прошло много времени, она... Я бы на вашем месте встретилась с ней. Я бы на вашем месте встретилась. В 92-м он получил серебряную звезду за храбрость. Он был самым молодым командиром, командовавшим ядерной подводной лодкой. Что там написано про его жену? В девичестве Джинни Андерсон вышла замуж в 87-м, закончила университет Джеймса Мэдисона в 81-м. Родители живут в Норфолке, детей нет, работает в магазине. Она не знала, что он жив? Я боялся, что ты не захочешь меня видеть. Не говори глупостей. Шесть лет – долгое время. Представляю, что они тебе сказали. Они ничего не сказали, это было самое страшное. Я не знала, мертв ты или жив, ранен, или тебя держат в заложниках. Они ничего мне не сказали. Я мечтала об этой минуте, с того самого дня, как ты ушел. Но время делает жестокие вещи. Он никуда не уйдет. Поехали отсюда. У нас есть приказ. Откуда ему знать? Пока капают деньги, он босс, и мы выполняем его приказы. Дерьмо. Прошу тебя, мне нужна твоя помощь. Пожалуй, мне пора. Прошу тебя, не уходи. Останься. Прошу тебя, не уходи. Субтитры создавал DimaTorzok Алан, не покидай меня снова. Я должен узнать правду и доказать, что я не сумасшедший. Я люблю тебя. Доброе утро. У вас есть полчаса. Спасибо за то, что вы сделали. Я не понимаю, о чём вы говорите. Всё равно спасибо. Вы знаете, что это не военный корабль, но он будет управляться по тем же правилам. С этого момента за операцию отвечает командир Диккенс. Всем занять свои места, приготовиться к вооружению. Что это, если не военная операция? Откуда они его взяли? Из настоящей лодки? Да. Я пошутил. Пятый день. Бермудские острова. Думаю, мы прошли это место, сэр. Перерыв. Ничего не случилось. Может, опуститься ещё на 350 футов? Опускайте сколько угодно, всё равно ничего не найдёте. Маржори, Прентис, идите отдохните. Ладно, ребята. Перемена курса. 180 градусов на юго-запад. Глубина 350 футов. Курс 180 градусов на юго-запад. Глубина 350 футов. Я знаю, он где-то в Бермудском треугольнике. В своём движении вы изучали путешествие во времени? Мы просто пытались остаться в живых, и больше ничего. А команда Маккарти? Они наверняка знают больше, чем я. Значит, у них есть формулы и точные координаты. Я что, похож на предсказателя? Я же сказал, не знаю. Послушайте, мы не хотим портить вам жизнь. До тех пор, пока правительство заинтересовано в этом-то безопасности. Но, с другой стороны, у тебя нет ни документов, твоё знание о будущих технологиях ограничено. Какая нам от тебя польза? Я не отказываюсь от сотрудничества. Я просто хочу получить что-то взамен. Ник, расслабься. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Пойми, это не игра. Ты спросил, кто мы такие, и мы ответили. Мы из ФБР. Ты спросил нас и докторе Маккарти, и мы гарантировали тебе, что ты поговоришь с ним позже. Ты должен доверять нам. Хорошо? Заканчивайте, пора возвращаться домой. Заканчивайте, пора возвращаться домой. Торпеды в канал 1 и 2 по моей команде. Торпеды 500 ярдов. Удар через 30 секунд. Курс 225 градусов. Двигатели на пределе. По моей команде перемена курса 180 градусов. 250 ярдов. Удар через 15 секунд. Давай. Курс 180 градусов. Выброс контрторпед. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Контрторпеды пошли. Приготовиться к волне. Контрторпеды. Удар через 5, 4, 3, 2, 1. Вы учли погоду, течение? Мы собрали всю информацию. Координаты правильные. Координаты неверные. Я знаю. Боюсь, мы совершаем ошибку. Не говорите так. Вы должны вселять в команду надежду. Это здесь. Сэр, отключилась энергия. Я не могу держать ее на плаву. Глубина. 728. Мы остановимся на 2000 футов. Так было и в прошлый раз? Да, но гораздо быстрее. Что происходит? 1000 футов. Мы тонем. Почему? Удар, наверное, раскрыл бластные люки. Они заполняются водой. Что делать? Проверь, принимает элокатор сигнал. Оус, включи аварийное питание. Надо пустошить баки. Глубина. 1200. Деккенс, я у аварийной панели. Что делать? Видишь перед собой три рычага? Да. Мы прошли 1800. Поставь их в позицию, включено. Я дернул за все три. Ничего не произошло. Ударь их посильнее. Вы серьезно? Делай это. Электропитание снова в норме. Черт. Шмидт, открой баки. Подними уровень. Есть, сэр. Коул, есть что-нибудь на локаторе? Нет, все чисто. Хотя, постойте. Похоже, Земля. Земля? Ты уверен? Да, сэр. Подъем на высоту перископа. Судя по внешним атмосферным сенсорам, воздух пригоден для дыхания. Сомневаюсь, что это Кензес. Содержание хлорида и углерода в воздухе немного выше, чем в нашей атмосфере. Но уровень кислорода практически тот же. Температура? Здесь жарко. 120 по Фаренгейту. Черт, я забыл солнцезащитные очки. Что это? Господи боже. У нас появилась компания. Я пошел с оружием. Ланс. Шмидт. Шмидт. Огонь. Шмидт. 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 Прекратите стрелять. Мы окружены. Умный человек. Черт возьми. Сегодня у меня счастливый день. Проводите их на борт. Стой. Отведите пленника в камеру. Ты пойдешь со мной. Мы поймали одного из твоих. Он пытался шпионить за нами. Диккенс, что ты делал на этой древней лодке? Откуда вы знаете, как меня зовут? Это не тот ответ, который я ждал. Где ты нашел эту лодку? Кто вы? А ты кто? Меня зовут Спитц. Что вы делаете с Диккенсом и почему я вас не знаю? Откуда ты его знаешь? Мы с Диккенсом возглавляем сопротивление последние 10 лет. Диккенс, постой. Какой это год? Что значит, какой год? 2077-й. Невероятно. У нас получилось. Что получилось? Кто эти люди? Это солдаты председателя Брэдека. Что происходит? Председателя Брэдека? Боже. Заткнись, урод. Простите, могу я с вами поговорить? Сиди и держи свой рот на замке. Мы не военные, мы научные экспедиции. Или мне самому тебя заткнуть? Это неприятно, поверь мне. Как тебя зовут, дорогая? Нам придется провести много времени вместе. Мы должны знать, как друг друга зовут. Отойди от меня. Отпусти ее. Простите, я сказал, отпусти ее. Я отбил об него руку. Прекратил. Сейчас мы пойдем ко мне в каюту и познакомимся поближе. И тогда посмотрим, что ты из себя представляешь. Кто Маккарти? Это я. Он напал на одного из моих людей. Его нужно уничтожить. Пошли со мной. Будь осторожен. Брэдеку они нужны живыми. Мы возвращаемся на базу? Он так сказал. Он так сказал. Мы изучали электромагнитные колебания в Бермудском треугольнике. Мы обнаружили нечто вроде дыры в море и оказались здесь. Я не знаю, как. Вы знаете, сколько стоит голова этого человека? Вы не поняли. Мы говорим о двух совершенно разных мирах. Он может выглядеть как человек, которого вы знаете. Хватит. Решать будет председатель Брэдек. Отведите его к остальным. Скажите своим людям, чтобы они вели себя полегче. Этот тип чуть не убил меня и практически изнасиловал мою ассистентку. Вы пытались сбежать. В следующий раз будете знать лучше. Как вас зовут? Я Кода. Мистер Кода. Ваши подчиненные оскорбляют моих людей. Прикажите им остановиться. Если кто-нибудь дотронется до девушки, я его убью. Не забывайте, кто вы такой. Вы пленник. Мне все равно. Пусть он оставит ее в покое. Или он труп. Уведите этого человека. Немедленно. Как он? Пуля попала в артерию. Этому человеку нужен медицинский уход. Он мертв. Избавьтесь от него. Он еще жив. Отойдите. Сукин сын! Что вы теперь думаете о нашем медицинском обслуживании? Если Диккенс не убьет тебя, убью я. Ты уже думаешь о месте? Я возьму леди в заложницы. Нет. Убери свои руки. Не прикасайся к ней. Спокойной ночи, малыши. Я провел здесь много времени. Один. Ни одной женщины рядом. Надеюсь, у тебя хватит фантазии. Хватит умничать. Красивая. Но умная. Даже слишком умная. Да. Раздевайся. Надеюсь, нам обоим понравится. Я люблю жестокость. Я очень люблю жестокость. Мы прибываем через пять минут. Всем приготовиться. Где Пирс? Он забрал Марджери и убил Шмидта. Вас предупреждали. Найдите Пирса. Сообщите, пусть немедленно прибудет ко мне. Идите. Вы хотели меня видеть? Я приказал вам охранять пленников. Где вы были? Мне пришлось вернуться в каюту, сэр, чтобы заняться неотложными делами. Делами. Здесь я говорю, чем вам заниматься, а чем нет. Я ясно выражаюсь, да, сэр. Вы поняли, да, сэр? Запомните, если вы еще раз ослушаетесь моего приказа, это не шутка. Я вас убью. Да, сэр. А теперь? Возвращайтесь к пленному. Один из них умер. Избавьтесь от трупа. Где она? Всем встать, мы приехали. Где она? Уберите его. Быстро. Тогда я впервые встретился с Лансом и всеми остальными, и вы решили, что не прибыли из прошлого. Поначалу нет, но мне сразу показалось, что это не так, когда я увидел Алана Диккенса. Я не могу сказать, что это не так. Ваших людей не трогать пленных. Вы зря полагаете, что ваше слово здесь что-нибудь стоит. Замолчите. Если бы вы были кем-то другим, я бы убил вас на месте. Я вас предупреждал. Хорошо. Все молчать. Выведите их с лодки. Давайте. Пошевеливайтесь. Быстрее, выходите отсюда. Шевелитесь. Брось оружие, или он мертв. Я сказал, брось оружие. Я не шучу. Стреляйте в него. Стреляйте, идиоты. Бежим. Включите сигнализацию. Закройте все выходы. Они не должны уйти. Ты не он, верно? Следуйте за мной. Сюда. Что это за вонь? После войны атмосфера ухудшилась. Солнце с каждым днем греет все сильнее, и токсические отходы под его воздействие начинают вонять. А где охрана? Обычно наверху всегда грязно, поэтому все расположено под землей. Но не волнуйтесь, мы находимся в центре территории Брэдека. Сэр, несколько пленников бежали, когда мы прибыли в ДОК. Вы упустили Диккенс? Да. Но у меня есть ощущение, что мы принимаем его не за того, кого следует. Ученые, прибывшие вместе с Диккенсом, утверждают, что они прибыли из 97-го года. Это возможно, но приведите его. Есть, сэр. Это район залива. Последний форпост свободной территории. Мы располагаемся под нефтеочистительным заводом. Пошли. А мой экипаж? Мы сейчас не сможем их освободить. Но не волнуйтесь, Джон что-нибудь придумает. Кто такой Джон? Скоро узнаете. Пошли. Мало что можно сделать, когда нет горючего. Вы сказали, что это находится под заводом. Я же не сказал, что это работающий завод. Да, но я вижу горячие вышки. Это иллюзия, чтобы Брэдек не ссовался сюда. Пока он считает, что топливо есть, он не осмелится нас уничтожить. Я потрясен. Мы не достигли таких успехов в перемещении во времени. Я тоже не достиг. Зачем вы предприняли такое рискованное путешествие, если не знаете, как вернуться? Надежда. Стремление. Шанс делать открытие, которое может улучшить качество жизни. Ты всегда был идеалист. Какая наивность. Простите, но я не считаю это наивным. Я не знаю, что вы собираетесь с нами делать. Замолчи. Ты не думаешь, а мечтаешь. А я думаю. И мои открытия привели к великим переменам в истории. История доказала, что только сильный человек может использовать знания во всей его полноте. Совершить изменения способен только сильнейший. Спиц, почему мы поднимаемся, если всё под землёй? Скоро узнаете. Идите. Бросать оружие. Сюрприз. Муляж? Да. Сэр, мы изучили досье Аллена Диккенса. Все записи обрываются после его побега из клиники в 97-м году. Он был женат, но детей не было. Это не имеет значения, Коден. В отличие от нашего друга, я верю только в просчитанный риск. Найдите его и убейте. Есть, сэр. Вы не понимаете, что делаете? Позвольте, я объясню. Уведите его отсюда. Вы не можете, вы не понимаете, что делаете. Вы ничего не понимаете. Отдохни, тебе понадобятся силы. Ты в порядке? Разве по мне это скажешь? Не волнуйся. Мы отсюда как-нибудь выберемся. Отсюда невозможно выбраться. Мы с тобой для них... Как приманка. Если бы ты думал головой, а не пистолета, мы бы не оказались в подобной ситуации. Во всем виноват только Диккенс, а не я. Он не бросит нас в беде. Вспомни его последнее плавание. 110 человек погибло, и только он один остался в живых. Нет, Док, он специально сократил количество членов экипажа, чтобы облегчить себе задачу. Я думаю, тебе лучше заткнуться и молиться, чтобы он быстрее вернулся и спас нас. Сюда. Почему они отдают ему честь? Они принимают его за другого. Генерал! Думаю, вы должны познакомиться с этим человеком. Что здесь происходит? На самом деле, мне стоило задать этот вопрос. Устранение новоявленного мистера Диккенса решит все проблемы. Наблюдение сообщает, что Диккенс прошел к повстанцам. Отлично. Подготовьте группу захвата. Подпортим им семейное воссоединение. В 2015 году Чарльз Брэдок стал вице-президентом при президенте США Питре Джексоне. Через три недели после выборов Джексон был убит, и его место занял Брэдок. Убийца был пойман, но при загадочных обстоятельствах сбежал. Практически сразу после этого США вступили в войну с Ираком из-за территориальных споров. Ввиду последних событий на Ближнем Востоке США берут на себя ответственность разрешить ситуацию. Он постановил, что США вели себя неадекватно и приказал немедленно остановить стрельбу. Я отвечаю своим противникам, вы не понимаете ситуации. Брэдок проигнорировал санкции ООН и запустил две ядерные ракеты по Багдаду. Тогда Ирак запустил три ядерных боеголовки по Вашингтону, Нью-Йорку и Чикаго. Мешательство ООН было слишком поздним, и мир погрузился в атомный холокост. Когда пыль полеглась, Брэдок при помощи армии взял власть в свои руки. Но он не предусмотрел одного. Он не предусмотрел Алана Диккенса-младшего, который не только раскрыл его причастность к убийству Джексона, но и установил его связь с иракскими лидерами. Зачем они это сделали? Все это было подстроено для того, чтобы устранить руководство военных и взять под контроль источники энергии. Мой отец был лидером движения сопротивления под названием «Дэнс». Когда мне был 21 год, его поймали и казнили за измену. Управление движением перешло ко мне. Ваше присутствие здесь очень опасно. Если вы не вернетесь, я перестану существовать. Брэдок это тоже понимает. Поэтому вы должны его остановить. Тогда приступаем немедленно. Я проведу вас к вашей подводной лодке. А как же остальные? Мне жаль, но попытка спасти их равносильное самоубийство. Маккарди и остальные члены экипажа. Я никуда не уеду без них. Теперь я вижу, откуда у моего отца это упрямство. Хорошо. А это что такое? Мы думаем, что это лаборатория, где Брэдок создает киборгов, но не уверены до конца. Киборги? Брэдок пытался создать искусственных воинов. Некоторые говорят, что у него уже есть технология. Мы должны попытаться убрать Брэдока. Подарок Рождеству. Не распыляйте спицы. Наша главная задача — спасти заложников и вернуть их на лодку как можно скорее. Брэдок наверняка установил за нами наблюдение, поэтому мы поедем через отстойную зону. Какую отстойную зону? Это, конечно, не Диснейленд, но, по крайней мере, за нами не будут следить. Почему? Это район радиоактивных отходов и уродов-мутантов. Залезайте в машину. Мы прочесали их логово. Никаких следов Диккенса. Удвойте количество людей. Тогда мы подставим под удар себя. Мне напомнить тебе, что поставлено на карту. Если Диккенс вернется в 97-й год, он сможет изменить будущее. Да, сэр. Делай, что я и говорю. Хватай их сейчас, пока они слабы. Хорошо. Сколько человек было в вашем движении? Приблизительно 10 тысяч по всей стране. 10 тысяч? Не похоже на общенациональное движение. Не все знали правду. Когда вы контролируете 98% источников энергии, то можете формировать общественное мнение. Если Брэддок был таким могущественным, как вы освободили Ланса и Колб. После того, как покинули базу Демоса, мы направились на территорию Брэддока. Там мы проникли в канализационную систему. Я думаю, они держат их в этом секторе. Возьми Холкса, а мы устроим небольшую диверсию. Встретимся в доке. Вот они. Кто вы? Я пришел, чтобы спасти вас. Отойдите. Сэр, сигнал в блоке 6. Камера пленников. Это какая-то ошибка. Электронные службы проверят сигнализацию. Иди, посмотри. Мне это не нравится. Они здесь. Это невозможно. Они здесь. Я знаю. Они попытаются освободить заложников. Вы отослали почти все наши силы. Мы не готовы. Пошли. Иди всех, кто остался. Они не должны убежать. Я сам займусь этим. После войны Брэддок направился на научные исследования по двум направлениям. Совершенствование военной техники и поддержание его жизни. Как они могли сохранить жизнь Брэддоку в течение 120 лет? Это связано с криогеникой. Но самое страшное, чего могли добиться ученые Брэддок, это клонирование.